В эфире программа День города. В студии Наталья Новикова. Здравствуйте. Сегодня вы увидите. На прививку становись. Рязанцев предупреждают о начинающейся эпидемии гриппа. Мохнатый, отважный рязанский кинолог и его собака стали лучшими в Рязанской области. Тепло и уют – роскошь не для всех. В Рязани остается без тепла несколько домов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о начале в России эпидемиологического сезона по гриппу. По ее словам, ситуация с этим заболеванием усложнится уже через 2-3 недели. Ранее глава Роспотребнадзора сообщала, что с 10 по 17 ноября в России произошел подъем заболеваемости. Напомню, в прошлом году Россия потратила на прививки от гриппа более 4 миллиардов рублей, что на 23% больше, чем годом ранее. О том, как обстоят с этим заболеванием дела в нашем городе, разбирался Артем Бухвалов. Начало эпидемического подъема заболеваемости гриппом прогнозируется на декабрь 16 и январь 2017 года. Поэтому есть еще время, чтобы заняться профилактикой этого заболевания. Для выработки иммунитета необходимо 8-12 дней, а защитный эффект сохраняется до 12 месяцев. Привитые граждане либо вовсе не болеют, либо это заболевание проходит без осложнений. В этом году медики включили в прививку защиту от так называемого свиного гриппа. Новых, принципиально новых штаммов нету. Принципиально есть несколько вариантов вирусов гриппа. Есть типы разные А, Б и С. Вот сейчас рассматривается в первую очередь, так сказать, наиболее актуальным является вариант или тип А, в котором есть свои подтипы. Вот подтип в том числе так называемого свиного гриппа, который раньше именовался свиным. Он до сих пор циркулирует на нашей территории. Так называемый H3N2, вариант вируса гриппа, тоже есть и грипп Б. Вот все эти варианты, они предусмотрены, кстати, в вакцине, которая применяется для профилактики гриппа. В Рязанской области прогноз подъема заболеваемости совпадает с федеральными прогнозами. Есть определенные прогнозы, возможно, сезонная эпидемия, возможно, сезонная эпидемия гриппа, но пока что эпид-порох не превышен, то есть эпидемии пока нет. В целом Рязань готова к этому сезону. Больницы города располагают всеми необходимыми лекарствами, а специалисты проводят ежедневный мониторинг. Что касается профилактики, то рязанцы повсеместно получают рекомендации, как уменьшить вероятность заболевания и повысить свой иммунитет. Соблюдение мер защиты, известных таких, как мытье рук, исключение контактов с больными, у которых имеется, следствием, респиратурное проявление, то есть должна быть определенная дистанция. Ну и кроме того, есть методы профилактики неспецифической. Вот вы говорите о витамин, то есть образ жизни, закаливание, проветривание помещения, вот это тоже имеет значение. На данный момент по всей России продолжается вакцинация против гриппа. Дом – милый дом. И, конечно, в идеале он должен быть теплым и уютным. Только вот как быть, когда на улице зима, а отопление вместе с горячей водой выключают. Разбиралась в проблеме Галина Ершова. Холодная квартира и холодная вода. В доме номер 30 на улице Ленинского комсомола периодически возникают проблемы. В течение ноября здесь уже 4 раза отключали отопление. Сегодня в квартирах жителей снова холодно. Одновременно с теплом пропадает и горячая вода. Местные жители заметили, что проблемы возникают в начале отопительного сезона, а также после аварий на линии. Несмотря на то, что их последствия оперативно устраняются, и в соседние дома тепло возвращается, здесь по-прежнему холодно. Там стоит старый вентиль внизу, на этом стыке, и он постоянно, там резинка, закрывает выход в воде или вход в воды. Из-за этого нет циркуляции. Ситуация усугубляется тем, что в доме в основном живут незрячие или слабовидящие люди. Анна Устинова и ее муж не видят совсем. Вместе с ними в квартире живут только несколько кошек. Обогревателем пенсионеры не пользуются, потому что есть риск просто забыть о том, что он включен. С наступлением минусовых температур пожилой паре приходится надеяться только на теплые вещи. Ритузы, кофты, шарф на шею. А этот у меня, ему что, он залезет и лежит. Или что-нибудь ваше сделает, что-нибудь. Вот так. Жители дома периодически звонят в свою управляющую компанию. Однако радикальных изменений не видят. Проблема с водой и отоплением возвращается раз за разом. А слесаря придут, воду прогонят по стоякам и опять уходят. А проблема остается. Почему? При этом перерасчет за дни без отопления управляющая компания пока не делает. И комментариев по тому, будут ли они, не дает. Напомним, что в этом году тарифы на коммунальные услуги повысились на 4,4%. Также Рязань оказалась на втором месте по ценам на горячую воду. За один куб мы отдаем 162 рубля 24 копейки. Это всего на 40 копеек дешевле, чем в Москве. По стоимости холодной воды мы находимся на четвертом месте. Цены растут, а проблемы остаются. И несмотря на то, что жители дома исправно оплачивают коммунальные услуги, теплоязык дома все равно периодически уходит. В Академии ФСИН России проходит научно-практическая конференция, в ходе которой обсуждаются вопросы, связанные с совершенствованием уголовной исполнительной системы. На мероприятие съехались более 500 специалистов со всей страны, в том числе более 20 зарубежных специалистов. Сегодня в Академии ФСИН России состоялось открытие Международной научно-практической конференции «Уголовная исполнительная политика» и «Вопросы исполнения уголовных наказаний». Организаторами конференции помимо Академии выступили Федеральная служба исполнения наказаний, Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации, Ассоциации юристов России и Научно-исследовательский институтов ФСИН России. Руководство Академии приняло очень мудрое решение, считаю, для того, чтобы между этими форумами, которые являются фундаментальными мероприятиями, ежегодно также проводить научно-практические конференции, на которых в том числе обсуждаются промежуточные все исполнения тех решений, которые есть в форуме, то есть есть какая-то практика. И одновременно я считаю, что эта научно-практическая конференция, она является подготовкой к новому форуму. В конференции принимают участие свыше 500 человек, руководители органов государственной власти России, ведущие специалисты страны ближнего и дальнего зарубежья в области исполнительных уголовных наказаний. Среди них более 20 иностранных специалистов из 11 государств. Для Академии стало уже традиционным проведение мероприятий такого высокого уровня, на которых обсуждаются самые насущные проблемы пенитенциарной системы не только Российской Федерации, но и всего международного пространства. Конференция на базе Академии будет проходить два дня – 24 и 25 ноября. В первый день состоялось пленарное заседание, во второй будет организована работа научно-практической конференции, два научно-практических семинара и шесть круглых столов. Ярмарка вакансий в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова – это мероприятие, которое помогает выпускникам найти работу, а организациям привлечь молодые кадры. По традиции такие ярмарки проходят в медицинском университете дважды в год. Весной сюда приезжают работодатели из соседних областей, а осенью – из Рязанской области. В этот раз вакансии выпускника медицинского вуза представили 48 организаций, а также аптечные сети и завод «Форд». Ярмарка вакансий – это мероприятие, которое помогает выпускникам найти работу, а организациям привлечь молодые кадры. Студенты знакомятся с востребованными медицинскими специальностями и определяются с выбором ординатуры. Интерны и ординаторы интересуются вакансиями, чтобы найти для себя место работы. Трудоустройство наших выпускников именно в Рязанском регионе. И действительно, мы обсуждали сейчас в рамках рабочей беседы с министром взрыва Украины Рязанской области Андреем Александровичем Прилуцким ситуацию и говорили о том, что в Рязани уже у нас не так много осталось даже востребованных вакансий, которые нужны для врачей. В остальном уже, в принципе, мы укомплектовались кадрами. Конечно, есть постоянные движения, кто-то приходит, кто-то уходит. Но в целом эта задача не решена, но она решается позитивно. Это ярмарка, конечно, большой подспорь. Чтобы найти себя в профессии, быть востребованными на рынке труда, студенты должны знать, какие специальности сейчас особо нужны. Это позволит определиться с ординатурой и сложить представление о том, куда направить усилия в ближайшем будущем. У меня пятый курс, поэтому будущее не за горами, хочется определиться. И пока еще не поздно поменять свое решение. Хотела в гематологию пойти, но это профессия, которая... Не везде есть отдельное отделение, да, один гематолог обычно на отделении, и поэтому оно не очень востребовано. И не обязательно буду работать в Рязани. Совместная работа университета и регионального Минздрава по обеспечению медицинских организаций кадрами – важнейшая задача для практического здравоохранения, отметил министр здравоохранения Андрей Прилуцкий. Он посетил ярмарку-вакансию в ВУЗе и пообщался со студентами и их возможными работодателями. Самое главное, наверное, то, что сейчас эта работа уже проводится системно. За последние годы ярмарки становятся, в общем-то, таким практически системным атрибутом. И я вот сегодня посмотрел, и очень отрадно, что здесь много главных врачей. Главных врачей многопрофильных больниц, главных врачей небольших наших муниципальных образований. И что тоже очень вот сегодня мы отметили вместе с Романом Евгеньевичем, то, что ребята подходят как к больницам, представленным большими крупными районами, или там городом нашим Рязани, да, так и к больницам небольших муниципальных образований. 24 ноября ярмарку-вакансии в РЯСГМУ посетили более 700 человек. Среди них интерны, ординаторы и студенты старших курсов. Многие из них оставили контакты работодателям и теперь знают, где будут работать, когда завершится обучение. В здоровом теле, как известно, здоровый дух, а люди, которые не только не забывают об этом в зимнее время года, но и на зависть, а порой и удивление окружающих, оздоравливают организм, а совсем не по сезонам, всегда вызывают, если не восхищение, то как минимум уважение. О самых морозоустойчивых спортсменах расскажет Ирина Ковалева. Холодный ветер, ледяная вода и низкие температуры их не пугают. Кажется, даже наоборот, искупнуться в проруби в уже совсем зимнюю погоду им только в удовольствие. Подобные купания рязанские моржи практикуют четыре раза в неделю. Но сегодня они встретились вне своего расписания, чтобы отметить день моржей. Ведь именно по аналогии с этими животными, плавающими в холодных водах, людей, которые увлекаются зимним купанием, называют моржами. Кстати, моржевание становится все более популярным в последние годы из-за его пользы для здоровья. В холодной воде исцеление, бодрость, сила, избавление от заболеваний. Я сказал Авву Корнелий Цельси еще тысячи лет назад. У моржей самые лучшие капилляры, холодная вода восстановит капилляр, самый лучший кровь, самый лучший иммунитет. Свиной или птичий грипп у нас держится всего несколько часов. Лекарства, вакцины нам не нужны, алкоголь нам тоже не нужен, потому что у нас большие дозы эндорфина. Александр Контрашов занимается моржеванием с 90-х годов и уверенно заявляет, его здоровье – это только на пользу. Таблетками не пользуюсь, начинаем болеть сразу прорубь, и все проходит. В общем, рязанские моржи всем советуют приобщаться к их, возможно, и немного экстремальному, но, несомненно, здоровому образу жизни. Кстати, здесь, на стадионе ЦСКА 26 ноября состоятся показательные выступления рязанских и московских моржей. Ежедневно каждому из нас приходится сталкиваться с разными людьми, успешными и не очень целеустремленными, и наоборот. Среди них встречаются и те, чьи жизненные идеалы далеки от общественных норм или напрочь отсутствуют. Подобные слои населения, конечно, представляют некую опасность для остальных членов общества, и поэтому постоянно находятся в поле зрения правоохранительных органов. Рязанские полицейские систематически посещают наиболее асоциальных жителей нашего города. Вчера рязанские полицейские провели мероприятие по выявлению граждан, на которых ранее были наложены административные штрафы, и которые пропустили все сроки, за которые штрафы можно было оплатить. Полицейские наведывались в гости к злостным нарушителям и проводили с ними воспитательные беседы. В основном нарушители – это граждане, ведущие о социальном образе жизни, люди, злоупотребляющие спиртными напитками, которые в том числе позволяют себе распить и алкоголь в общественных местах, что запрещено нашим законодательством, а заодно и появляются пьяными там, где не следовало бы и ведут себя зачастую неадекватно. К данным гражданам выезжаем на адрес, соответственно, составляется административный протокол по данной статье, и уже с данными гражданами данные граждане отправляются в суд, где судья принимает законные решения по данному протоколу, который накладывается на них. Наказание за подобные проступки подразумевает под собой административный штраф, принудительные работы и даже ареста сроком до 15 суток. Ну, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать? Я! Подождите. Подобные рейды проходят в нашем городе практически каждый день. Полицейские патрулируют улицы и проверяют документы. Ну и, конечно, ведется база, где отслеживается оплаченность штрафов. К сожалению, как показывает практика, без дела стражи закона не сидят. Собака, как известно, настоящий друг, а зачастую и помощник человека. Эти прекрасные и сильные создания являются символом верности, а некоторые из них даже спасают человеческие жизни. Кинолог Андрей Конкин и его собака Фреда стали лучшими среди кинологических расчетов в Рязанской области в 2016 году. С удивительным тандемом знакомилась Галина Ершова. Андрей Конкин и его пес Фред стали лучшими среди кинологических расчетов Рязанской области. Только в этом году они участвовали в 14 поисково-спасательных операциях и нашли 9 пробавших людей. Во время трагедии на первом осеннем переулке, когда в доме номер 4 прогремел взрыв бытового газа, работали две кинологические команды. Собакам предстояло проверить завалы перед тем, как сотрудники МЧС смогут начать разбор девятого этажа. Никто не думал, что практически в эпицентре взрыва могут остаться живые. Один пес уже закончил поиск и никого не нашел. Но Фред упорно продолжал. В какой-то момент хозяин потерял его из вида. Собаке не было 5 минут. На течение 5 минут обыск такой территории должен уже привести к результату, либо собака должна вернуться. Но пса нигде не было. Андрей поднялся на 10 этаж, вновь спустился на 9, полностью обошел периметр и заглянул под каждый камень. Я не пойму, где он гавкать. Я по сторонам смотрю, а собаки-то не вижу. А темно, и блин, я влево, вправо, вперед, а все, а спереди вообще там пустота. Нет, ты смотрел, хвост такой спит плиты, тынь-тынь-тынь, и он там гавкает. А он гавкает в человека, на людей гавкает, а я его не слышу из-за того, что он там внутри гавкает. В то утро Фред нашел под завалами пожилую пару. Именно ради таких счастливых моментов Андрей и его пес каждый день тренируются, снова и снова отрабатывая команды и маневры. Они вместе уже 4 года и понимают друг друга без слов. Часто пес сам знает, куда и зачем его привезли. Когда он приезжает в лес, у него уже в голове выработан стереотип, то, что мы приехали в лес, значит, надо работать. Также он приезжает на техногенный завал, и у него тоже в голове уже выработан стереотип, ему придется не гулять, ничего. Фред – немецкая овчарка. Он очень подвижный, ласковый и относится к игровому типу собак. За успешное выполнение заданий и послушания он получает не лакомство, а любимую игрушку. Сейчас ему 5 лет, но Фред резвится и бегает совсем как молодой щенок. Он мягкий такой, податливый, на все согласный. Но бывает то, что его можно передавить, и он может как бы обидеться. И он очень эмоциональный. У него бывает день хороший, а день такой, ну ладно. Андрей и Фред – настоящие профессионалы. За время совместной работы они полностью изучили привычки друг друга. Ведь именно от слаженности действий и высокого уровня взаимопонимания между напарниками может зависеть чья-то жизнь. На этом на сегодня все. Хорошего вам вечера. А новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на сайте город62.тв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова